Что нужно есть, чтобы легче перенести простуду? Можно ли выкидывать в мусорный бак, отслуживший новогоднюю елку? Эти и другие вопросы телезрители прислали в нашу редакцию. Отвечаем на них в нашей постоянной рубрике «Есть вопрос». Сезон гриппа и ОРВИ еще не закончился. Если красноярцы стали реже болеть, то в некоторых районах наоборот фиксируют даже вспышки. Как укрепить свой иммунитет, чтобы не слечь с простудой? И что нужно есть, если уже заболел? Если болезнь уже настигла вас, исключите из рациона жирную еду, а также ту, где есть жгучие специи. От сладкой выпечки тоже стоит на время отказаться, как и от алкоголя. А вот облегчить состояние помогут некрепкий или травяной чай, компот, настой с шиповником и белковая еда. Ну и не забываем про фрукты и овощи. Предпочтение нужно отдавать тем, которые содержат в себе больше витамина С. Также позволяют быстрее справиться с вирусными и бактериальными инфекциями чеснок и мед. Новый год уже прошел, но вот праздничное настроение еще нет. А потому не все выкинули свои елки. Вот и наша телезрительница пишет. Новогодняя красавица уже начала сильно осыпаться. Можно ли ее просто выбросить в мусорный бак? Чисто технически можно, но нежелательно. И вот почему. Если елку просто отправить на свалку, то она будет вырабатывать метан и, разлагаясь, может выбросить в атмосферу до 16 килограмм углекислого газа. Поэтому красноярские коактивисты устроили акцию «Елки, не палки». Любой желающий может сдать им свое новогоднее дерево на переработку. Главное, чтобы оно было без мишуры и других игрушек. Собирать от служивших новогодних красавиц будет елка-мобиль. Завтра он проедется по городу и будет останавливаться на парковках торговых центров на 20-30 минут. На левом берегу он заедет на парковку «Планеты», «Покровская», «Кванта» и «Комплекса» на «Свободном». Время пребывания елка-мобиля вы видите на экране. На правом берегу грузовика становится «Умеги», «Красноярие», на предмостной площади и около ленты на Свердловской. На неприятное соседство пожаловались жители Лесопарковой. Возле высотки стоит частный дом, из трубы которого периодически валит густой дым, а запах во всем дворе стоит невозможный. Чем отапливает свой дом сосед, неизвестно, как и то влияет ли этот смог на здоровье. Куда можно пожаловаться или кто может провести проверку качества воздуха, об этом спрашивают наши телезрители. Как оказалось, конкретно в этой ситуации ведомства и министерства бессильные. Роспотребнадзор этим не занимается, а министерство экологии не проверяет частные дома на предмет загрязнения окружающей среды. По закону не положено. Если в таких постройках есть юридические компании, то да, проверку проведут. Но вот бороться с частниками придется своими силами. Тут есть несколько вариантов. Первое – это просто пойти и поговорить со своим соседом. А второе – перестать обращать внимание на смог и дым. Если у вас есть свой вопрос, на который вы не можете найти ответ, задайте его нашей редакции. Будем разбираться вместе. Телефон 2-900-333. Мы также на связи в мессенджерах и социальных сетях. Алифтина Сасова, Эдуард Баглай, 7 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова